В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И сегодня гость нашей студии, уполномоченный по правам ребенка в Ненинском округе, Галина Гуляева. Галина Николаевна, здравствуйте! Очень рада видеть вас в нашей студии. Здравствуйте, Алина! Большое спасибо, что дали возможность выступить. Ну, тем, на самом деле, очень много. У нас начался учебный год, и вот, наверное, один из таких самых волнительных для каждого родителя вопросов – это дистанционное обучение. Да, мы все столкнулись с пандемией коронавируса, и, ну, вот так называемая дистанционка – это стресс, наверное, не только для родителя и ребенка, но и для учителей. Вот что вы вообще думаете по этому вопросу? Я против дистанционки, как любой родитель, как, скажем, просто специалист в этих вопросах. Я что вам хочу сказать? Дистанционка – это временная мера, которая вызвана именно вот сложившаяся ситуация с пандемией. По крайней мере, сейчас я была на совещании в Москве, в августе проходило совещание всероссийско-уполномоченных по правам ребенка в регионах. И это совещание вела Анна Юрьевна Кузнецова. На совещании у нас присутствовал министр образования Сергей Кравцов, которому, вот скажем так, тоже в лоб был задан этот вопрос Анны Юрьевны, что не планируется ли замена традиционному обучению вот это наше дистанционное обучение. Министр образования ответственно заявил о том, что нет, ни в коем случае дистанционное обучение не может заменить традиционные формы обучения, очное обучение, потому что школа – это не только образование, не только образовательные услуги, процесс образовательный, но это еще и воспитание. А воспитание проводить дистанционно, в отличие, наверное, обучение, да, дистанционное обучение, оно все-таки может существовать. Но воспитательный процесс, он невозможен без живого контакта. Поэтому это было заявлено ответственно, я вот уже как бы освещала этот вопрос в СМИ и снова повторяю, что это было заявление министра. Поэтому будем надеяться, что это все-таки временная мера, и то, что у нас сейчас с четвертой школой происходит, все-таки надо понимать всем, что это заболевание не миф. Это заболевание существует, и те, кто его перенес, они как бы тоже могут подтвердить, что это не нагнанная какая-то ситуация. Это действительно есть, и этого надо опасаться, поэтому надеюсь, что при соблюдении определенных мер это в конце концов у нас прекратится. Но пока говорить об этом, конечно, рано, о том, что у нас скоро все вернется к тому ритму, который был до пандемии. Ну, получается, вот это дистанционное обучение появилось у нас в городе, в округе с апреля, насколько я помню. То есть два полноценных учебных месяца еще прошлого учебного года, да, мы тоже так, ну, в таком режиме жили. А поступали ли какие-то обращения от родителей в ваш адрес? Да, конечно, поступали. Вообще, скажу, что характер обращений в этом году, он так или иначе, ну, не во всех вопросах, он связан именно с этой ситуацией. То есть появились даже те обращения, которые чисто связаны с пандемией. Вот, и, например, вот такой вопрос. Когда мы все перешли на дистанционное обучение, на дистанционную работу, у нас ряд родителей вынужден был все равно выходить на работу. В детских садах были организованы дежурные группы, не сразу, но через какое-то время. И были ситуации, когда родители вызывали на работу, а детей в дежурной группе не определяли. Соответственно, вот они, часть обращений была именно по этому вопросу. Все удавалось решить в таком быстром дежурном, ну, скажем так, в живом порядке, да. То есть раньше таких обращений не было, сами понимаете. Конечно же, было большое недовольство родительской общественности, потому что дистанционка, это надо хороший интернет, это нужно средства, технические средства. Не во всех семьях это есть. Я уже не говорю о селе, то есть в поселках, в сельских населенных пунктах, там и проблемы с интернетом. Там во многих семьях, ну, действительно нету вот этих вот компьютеров, нету планшетов и так далее. То есть настолько все неожиданно было, что семьи встали перед вопросом, как вообще обучать детей при такой ситуации. Есть у нас много многодетных семей, и для них вопрос, вот, скажем, приобретения каждому ребенку компьютера, либо стационарного, либо планшетов и так далее, это вопрос очень даже дорогостоящий. Ну, есть, конечно, обеспеченные семьи, где это все и раньше было, а были семьи, где этого не было. Максимум, что есть, это телефон. Что такое телефон? Вот вы сами вот смотрите, я, например, сразу же, у меня все расплывается в глазах, потому что я мелкую вот этот вот текст просто не вижу, ну, я уже взрослый человек. Ребенок просто сидит, портит зрение, вот, вычитывая все это, отвечая и так далее. То есть это, ну, это глобальная, я считаю, проблема при вот возникшей ситуации. Я знаю, что департамент образования хотел решить эту проблему, не могу сказать, что она решена, и все дети у нас обеспечены вот этими средствами, то есть она остается. И если мы опять, не дай бог, из-за пандемии перейдем вот на это, у нас это возобновится вот эти проблемы. Именно обеспечение вот техническими средствами. Ну, и там, знаете, за этим следует еще ряд проблем, скажем, как обращались ко мне дистанционное обучение урока физкультуры. Ну, вот, да, улыбка на лице, потому что действительно, ну, один реферат ребенок напишет, как надо плавать правильно или там, как бегать надо. Но на самом деле, вы же понимаете, что есть предметы, которые дистанционно, ну, бесполезно, наверное, преподавать. То есть родительские вот эти проблемы, да, они в виде обращений ко мне поступали вот эти вот моменты. Еще один момент, который связан с пандемией и образованием. Очень такие тяжелые обращения, которые поступали вот раньше, в те годы и в начале года, когда все учились. Это сообщения о конфликтах в образовательных учреждениях, конфликтов участников образовательного процесса. То есть это может быть конфликт между учениками, это может быть конфликт между учителем и учеником, между родителями и так далее. То есть вот такой тяжелый, я бы сказала, пласт обращений, они, их не так много, скажем, вот в том году, если я не ошибаюсь, 12 обращений было на эту тему. Но каждое обращение, оно требует колоссального времени вот этого, да, чтобы разобраться в этом конфликте, чтобы со всеми переговорить, попытаться людей примирить. То есть у нас есть, конечно, службы примирения в школах, но если обращение вышло уже ко мне, значит оно вышло за рамки образовательного учреждения. И я, как полномоченная, должна, ну как, отреагировать на эти обращения. Они тяжелые, вот скажем, со всех сторон. Ну, люди, когда конфликтуют, это фактически, ну, похоже на судебное разбирательство, понимаете, но несут, тем не менее. Поэтому, когда пандемия началась, эти обращения у нас исчезли. То есть положительная сторона вопроса. Ну, да, на самом деле, ну, вот такой момент. Также и с пропусками уроков. На самом деле дети тоже пропускали уроки, которые шли онлайн, понимаете, да? Но они могли не прийти на этот урок, потому что у них не было, например, интернета дома. Когда мы обучаемся очно, проблема с пропусками уроков у нас очень даже, ну, актуальна. Да, дети, вы знаете, вот поступило, например, такое обращение, что ученик первого класса не хочет учиться, мама с ним не справляется, и он уже в первом классе такой, скажем, он настоящий прогульщик, понимаете, в первом классе. Ребенок не хочет учиться, мама его будит утром, а он ее бьет. Вот. То есть вот ситуация на самом деле очень тяжелая. Похожая ситуация с ребенком уже взрослым, который поступил на платное обучение в один из наших, значит, учреждений среднего профессионального образования. Платное обучение, родители за него платят. Он пропускает уроки, он не ходит. Не потому, что ему не нравится, а потому, что у него компьютерная зависимость. Вот он сидит и целый день играет на компьютере. Родители ему хорошая положительная семья. Родители ему говорят, мы за тебя платим, иди на уроки. Ничего не помогает. То есть вот это, кстати, тоже проблема многих и многих семей. И вот это конкретный пример, когда здесь уже очень трудно что-то сделать. Потому что компьютерная вот эта зависимость, это фактически уже приравнивается, ну она приравнена к психическим заболеваниям человека. Лечить от нее очень-очень трудно. И это тоже, ну это психиатрия, понимаете. Поэтому я всегда, когда бываю на встрече с родителями, на встрече с педагогами, говорю о том, что детей уже маленьких надо просто контролировать с этим делом. Потому что, если вы так представляете, все дети сидят и все уже в телефонах с малого возраста. Причем, вот знаете, очень яркий пример, когда мы приезжаем куда-то на юг, вместо того, чтобы купаться, загорать и бегать, у нас многие сидят дети в местах, где есть интернет, и тоже играют. Я думаю, зачем ты тогда приехал на юг, если ты так же мог дома поиграть вот в эту игру. То есть это, да, это большая проблема, ее, я считаю, что это просто бич нашего времени. Родители должны об этом задумываться, чтобы вот не получилось таких ситуаций. Можно, конечно, всю жизнь проиграть, но что это будет за жизнь? Ну, давайте тогда не будем говорить о грустном. У нас вот есть и хорошие новости. Сейчас у нас остальные школы в округе пока работают в нормальном режиме. И вот одна из таких прям позитивных новостей этого года, это то, что деткам в 1-4 класс вернули горячее питание, да? Да. Это, значит, не то, чтобы вернули, да? У нас вернули, в других регионах такого не было. У нас раньше все дети бесплатно питались, поэтому, получается, нас вернули для детей начальных классов. Но у нас есть и другие категории детей, которые в старших классах учатся и которые тоже бесплатно питаются. Хорошее дело, но я вот здесь хотела бы заострить внимание на чем. У нас есть немного, конечно, таких детей, которые имеют какие-то пищевые аллергии, какие-то особенности питания. Поэтому я призываю родителей не скрывать, потому что у нас сейчас такая тенденция пошла. Родители пытаются, некоторые родители пытаются скрыть, скажем, диагноз заболевания своего ребенка. Это их право. Но если мы говорим о питании, то обязанность родителя предусмотреть, чтобы ребенок не получил того питания, которое ему просто нельзя. То есть это очень серьезные вещи. И вот у меня в этом году было уже два обращения по этому поводу. Там родители не скрывали. Просто необходимо понимать, что образовательное учреждение, куда ходит ребенок, оно обязано обеспечить этого ребенка тем типом питания, которое ему возможно, которое возможно для него. Поэтому я надеюсь, что у нас не будет тех страшных случаев, которые происходят иногда в России, в других регионах, когда родители, скрывая заболевания, не говорят, и у ребенка случаются приступы, скажем, которые требуют медицинское вмешательство. Это очень важно, поэтому образовательные учреждения не имеют права отказывать в особенном меню для таких детей. Это их обязанность обеспечить этого ребенка питанием соответствующим. Ну вот если уходить уже от темы школы, да, и к более общим вопросам. Знаю, что к вам ведь поступают различные обращения. Вот недавно мы как раз с вами делали материал про, например, там, доступную среду в нашем, да, на Редмарском аэропорте. Какие вопросы в целом поступают? Расскажите поподробнее. Алина, на самом деле, вот мы сейчас посчитали, у меня более 200 обращений на сегодняшний день. Обращения очень разные. То есть если их делить на, скажем, на группы, это и обращение в сфере образования, да, обращение в сфере социальной защиты, обращение в сфере охраны здоровья и так далее. И, ну вот, я, кстати, хочу сказать, что традиционно лидирует образование. Вот то, что мы уже с вами поговорили по дистанционке и так далее, по конфликтам, всегда и в том году, и в поза том году были, самое большое количество именно по этому направлению идет. Чуть меньше вопросов по охране здоровья, но они очень тяжелые, как обычно, потому что это вопросы, скажем, есть, конечно, простые вопросы, я их так называю, например, обращение такого рода. Назначают время в детской поликлинике, по времени родитель приходит, а врача нет. Ну, это технические совершенно вещи, то есть они регулируются и быстро решаются, но вот имеет место такое, да. Например, тяжелые вопросы, это когда ребенку требуется операция, а у нас пандемия везде, и ребенка не принимают. То есть вот такого рода обращения тоже были. Как правило, они межрегиональные, потому что, вы знаете, у нас не тот регион, где делают, скажем, такие специфические тонкие операции. Детей отправляют и взрослых отправляют в другие регионы. И приходится решать, оперативно очень, решать вопросы с другими регионами. И я всегда говорю о том, что как хорошо, что есть уполномоченные по правам ребенка в других регионах, которые сразу же выходят, помогают, и нам удается оперативно решить тот или иной вопрос. Большую часть обращений традиционно занимает обращение в сфере права ребенка на семью. Они тоже очень разнообразные, но чаще всего это вопрос, значит, когда родители проживают отдельно и начинают делить ребенка. Вот это вопросы вообще органы опеки, вопросы судебные разбирательства, но тем не менее люди ко мне обращаются за консультациями, и я оказываю, скажем, эти услуги. Например, есть решение суда, ребенок должен жить с одним из родителей, а второй родитель должен общаться с этим ребенком по тому порядку, который определил суд. Порядок не исполняется. Ну вот вместе с опекой решаем эти вопросы, потому что раз есть решение суда, его надо исполнять. По каким причинам родители? Ну, я считаю, что здесь продолжают родители думать о своих обидах каких-то, да, о тех неудачах, которые их постигли при совместной жизни. А ребенки совершенно забывают. Это неприятная ситуация, потому что ребенок мечется между двумя родителями. Ребенок начинает очень быстро понимать, что можно манипулировать этой ситуацией, и это формирует его личность. Поэтому, когда родители начинают делить ребенка и тянуть его в разные стороны, они очень должны понимать, какие последствия в дальнейшем будут иметь такое воспитание ребенка. Было у нас интересное обращение, оно было в 2019 году, но в 2020 году закончилось. Оно межгосударственное. То есть, мама уехала на Украину, папа остался здесь жить, ребенка по определению суда оставили с отцом. Остношения с мамой были хорошие, и ребенок поехал туда погостить. В результате, как только ребенок приехал, все контакты были оборваны. Ну, это целая проблема, таких детей на самом деле, и таких проблем по всей вот стране нашей много. Это касается не только Украины и других государств. Очень тяжело решается. То есть, у меня были сделаны запросы во все инстанции возможные. И вот все возможные инстанции мне как бы сразу предупредили, что это непросто, это на самом деле такой долгий путь и так далее. В результате, папа поехал по адресу, взял ребенка и привез обратно. Ну, то есть, вот такие моменты, они имеют место. Часть обращений, которые связаны с правом ребенка на семью, конечно же, это большой пласт, кстати, это вопрос проживания детей в неблагополучных семьях. Я как полномоченный, по закону об уполномоченном, имею право участвовать в деятельности по профилактике социального сиротства, безнадзорности детской. И я как бы участвую, я это делаю. Ко мне приходит тот или иной сигнал о неблагополучии детском. Мы тоже сразу очень оперативно реагируем. Либо сами выезжаем на место, либо привлекаем полицию, органы опеки, комиссию по делам несовершеннолетних. Конечно же, специалистов комплексного центра социального обслуживания населения, которые занимаются детьми. Много таких обращений, они тоже разные. И есть среди этих обращений были обращения, которые свидетельствовали об угрозе жизни и здоровья детей. Их не так много, но они были. Здесь уже сообщается, безусловно, в полицию, в прокуратуру, во все инстанции, в следственный комитет у меня были обращения. Потому что тут надо мгновенно реагировать. Не дай бог, одна секунда, и ребенок может погибнуть. Поэтому это все очень быстро делается. И, скажем так, когда я выезжаю в населенные пункты округа, это тоже один из пунктов всегда моего пребывания там. Я иду вместе, как правило, со специалистами системы профилактики. Обходим мы эти семьи. И я знаю, как живут там дети, есть семьи, где, конечно, есть еще, скажем, такая надежда на то, что все будет хорошо. Но есть семьи, где надо принимать срочные решения и, скажем так, в интересах этого ребенка изымать этого ребенка. То есть эти вопросы мы тоже решаем с органами опеки, либо с полицией. Эта тема такая достаточно, лично для меня, например, сложная. Потому что мы как-то были в подобном рейде по неблагополучным семьям. И это действительно страшная картина, когда там родители... Ну, чаще всего это, наверное, алкоголизм, да, идет речь об этом. Вот как вообще... Есть ли какие-то меры профилактики? Как можно вообще побороть этот бич, да, сегодняшнего времени? Или все-таки, ну, может быть, как-то соседи там, общественное порицание, еще что-то. Как вот с этим бороться? Ну, есть, знаете, сложившаяся практика работы с такими семьями. У нас большая сеть, такая, знаете, развернутая, я бы сказала, системы профилактики социального сиротства, профилактики безнадзорности детской, которая состоит из субъектов системы профилактики. Они по закону должны заниматься, скажем, вот этими семьями. Полиция в одном, скажем, да, направлении, комиссия по делам несовершеннолетних, в другом, орган опеки, в третьем и так далее. Они все эту работу ведут. Сказать, что у нас все очень-очень плохо, я никогда так не скажу. Все работают. Вопрос, он более, скажем, шире надо ставить, потому что сколько бы мы ни боролись за право ребенка жить в семье, пока в этой семье не будет понимания у самих родителей, что так жить нельзя, что алкоголизм — это плохо, что не уход за детьми просто недопустим. Ну, понимаете, это очень сложные вопросы. То есть, по сути, нужно исправлять сознание людей, помогать им. Но в некоторых случаях наших мер достаточно для этого, очень редких случаях. Часть людей, они не понимают даже, что так нельзя делать. То есть, алкоголизм — это болезнь. У нас есть программа соцзащиты. Они отправляют людей лечиться, реабилитироваться. Это известный центр ручей. Кому-то помогает, кому-то не помогает. Деньги огромные тратятся. Что дальше будет, понимаете? Эта проблема, она многовековая, я бы сказала. И она не только российская, это общемировая проблема. То есть, я считаю, что есть, к сожалению, часть общества, которая не подвергается никаким мерам профилактики. Ну, а социальные, скажем, личности. А есть... Работать надо с теми, кому еще можно помочь. Здесь тоже мер недостаточно, потому что, чтобы семья выкарабкалась из этого положения, конечно же, нужно и материальный достаток повышать, и работы обеспечивать, и окружение менять, понимаете? Это сложный, это огромный, сложный пласт работы. И наша вот эта система сложившаяся, она, конечно, может не справляться с этим. Потому что у нас нет тех механизмов достаточных, которые могли бы... Ну, хотя, я говорю, хотя говорить о том, что вообще у нас все плохо, так тоже нельзя говорить. Ну, я знаю, что бывают ведь случаи, когда, например, детей забирают из семьи, там, определяют их в детский дом, да, в наш, а потом родители исправляются. Такое же тоже бывает. А потом снова их забирают. Ну, я говорю, что какое-то, знаете, говорить о том, что вот мы взяли эту семью, от профилактировали ее, дети попали обратно в семью, и вопрос закрыт, таких семей мало. То есть вот это, вот знаете, волнообразно. Почему? Чаще всего, я думаю, еще это, знаете, ну, это вопрос окружения. Я даже знаю, вот у меня некоторые мамочки, которые были лишены родительских прав, они набрались сил, они у них было, над собой колоссальную работу сделали, и на работу устроились, и жизнь поменяли, им вернули детей. В какой-то момент они все равно срываются, и все идет. Почему? Потому что такое вот... У них и воспитание такое бывает недостаточно, скажем, да. У них окружение соответствующее, у них вот столько вот этих вот условий, которые способствуют вот этому возврату, понимаете? Поэтому я говорю, говорить это тяжелая социальная проблема. Ну вот еще одна такая проблема, которая актуальна, наверное, не только для нашего региона, но и для всей России, да и, в принципе, для всей нашей планеты, да, это детский травматизм. То есть дети, они же более беззаботные, да, где-то невнимательные. И вот только в нашем городе за последний месяц было несколько дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, детишек на самокате. Вот как в данном случае родителям работать, чтобы их ребенок не оказался в подобной ситуации? Потому что, ну, это достаточно страшно. Алина, это вопрос безопасности детства, да. Вообще, вот опять же, возвращаясь именно к своей работе, да, как уполномоченной. У нас есть всероссийская акция, она ежегодная, круглогодичная, непрекращающаяся. Называется «Безопасность детства». И мы, скажем так, со своей стороны проводим мероприятия, которые должны обеспечить безопасность нахождения детей на определенных объектах, на дорогах, по пути к образовательным учреждениям и так далее. Конечно, не одни совместно с общественностью, совместно с теми структурами, которые за это отвечают. Например, кстати, сейчас мы проводим акцию, вот вчера проводили, сегодня будем проводить, завтра. Акция называется «Засветись». Она ежегодная, мы раздаем светоотражающие фликеры, вот эти вот, которые надо нашивать либо на одежду, прицепливать, либо на рюкзачки, чтобы стать заметнее на дорогах. Вроде, ну, маленькая, небольшая акция, но она очень полезная и нужная, потому что дороги наши небезопасные. Поэтому, что нужно делать родителям? Родителям нужно бесконечно с детьми говорить о соблюдении правил и дорожного движения, о соблюдении правил обращения с огнем, о соблюдении правил, когда на воде находишься и так далее. Это родительская ответственность. Поэтому, ну, не только родительская, я знаю, что, конечно, и в школах это проводят бесконечно, вот эти занятия, и в детских садах, и, то есть, задача нас, как взрослых, обучить ребенку, обучить любого ребенка правилам безопасности. Это беседы, это примеры, это какие-то совместные вот действия. Кроме того, вот, опять же, возвращаясь к своей работе, мы проверяем совместно с прокуратурой, с молодежкой ОНФ, ежегодно проверяем детские площадки. Сами понимаете, что у нас строят их, и, к сожалению, вот этот вандализм, кто ломает, кому мешают вот эти хорошие, красивые площадки. Можно только догадываться, зачем это люди делают. Дело в том, что на площадках, если они неисправны, вот этот травматизм, он может, скажем, в любой момент вот эта ситуация может возникнуть. Поэтому очень важно, чтобы любая площадка была безопасная. Очень важно, чтобы дорога к образовательному учреждению тоже была безопасная. Мы сейчас проводили как раз совместное совещание с городской администрацией, которая отвечает за эти вопросы. И давали информацию о том, что планируется и разбивка парковок соответствующих, чтобы было куда ставить машину и безопасно проводить ребенка. Это и установка, не установка, а разметка новых пешеходных переходов и так далее, и тому подобное. Установка тротуаров, где надо. Потому что, к сожалению, эти вопросы на наших дорогах есть. Есть большие лужи, которые надо обходить по проезжей части. Вот эти проблемы, их надо как-то решать. И я надеюсь, что такая наша совместная работа будет ускорять эти строительные, скажем, процессы, да, вот эти дорожные, потому что это очень важно. Галина Николаевна, благодарю вас, что нашли время в своем плотном графике и посетили нашу студию. Будем рады видеть вас вновь. Я напомню, в нашей студии была Галина Гуляева, уполномоченная по правам ребенка в Нейнском автономном округе. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»